Проверить свои знания по химии, поэкспериментировать и даже увидеть клетки крови под микроскопом в этот день мог любой желающий. Просветительская акция в честь юбилея таблицы Менделеева проходила сразу на двух площадках в институте ботаники и в 10-й средней школе. Началось мероприятие с заполнения тестовых анкет. Вопросы делились на две категории для тех, кто младше 13 и для тех, кто постарше. Есть вопросы с подвохом. Это интересно. А вы сами решили принять участие в вас как раз в школе? Нет, у нас спросили, кто желает. Мы согласились, позвались. Можно, да, вопрос? Хорошо, скажи. Надо было... Описывались разные предметы, которые мы используем. И надо было написать элемент, который к ним относится. И вот. А ты вообще изучаешь, да, химику в школе? Ну, я не то чтобы изучаю, но я по всему хорошо учусь, по всем ребятам. Организаторы акции представительства Россотрудничества в Абхазии считают, что таким образом у молодежи повысится не только научная грамотность, но и появится заинтересованность к науке. Цель этого мероприятия, главная цель, конечно, поддержать и развить интерес к науке, к научной работе. Подспудно в качестве цели можно указать это развитие дополнительного образования в школах. В данном случае в таком виде. И, ну, вполне возможно, среди тех, кто сейчас на наших площадках работает с тестами по химии, сидят будущие Менделеевы, будущие Ломоносовы. Главная идея акции уже дает свои результаты. Интерес у подрастающего поколения к химии возрастает. Если в прошлом году участниками мероприятия стали 80 человек, то в нынешнем эта цифра увеличилась втрое. На сегодняшний день заинтересованность в науке, она растет во всем мире. Может быть, в каких-то вещах мы еще немножко отстаем, но, наверное, для вас будет удивительно, если я скажу, что самый большой конкурс в МГУ в этом году был на физику. А в некоторых провинциальных вузах не было набора даже. Не было набора даже у нас. Сейчас поколения, которые подрастают, они на самом деле проявляют очень серьезную заинтересованность и в химии, и в биологии, и в физике. Это связано с тем, что развивается мир настолько, что если ты научно грамотным не будешь в элементарных каких-то вещах, то ты уже и в обычной бытовой жизни не сможешь каких-то элементарных вещей понять. Как только участники акции заполнили анкету с вопросами, последовала, пожалуй, самая интересная часть лабораторной, практическая, где каждому представилась возможность поэкспериментировать. Конечно же, после того, как это сделает эксперт. Этому юному химику всего восемь. Так называемый эксперимент извержения вулкана Нестор Шулумба провел впервые еще два года назад. Я сперва дома делал, а потом, ну, потом уже пошел на лабораторную, и сейчас вторая лабораторная моя жизнь, которую я вижу. Тебе нравится, да? Да. А дома с чего ты начал? Дома я начал сперва делать вулканы. И потом такие вот две соединенные баночки с трубкой. Мы в одну залили, и во вторую залили ровно, и это, в одной, и все было ровно, вот так вот на одном месте все держалось. А что вы залили в баночки? О, воду с красителем. О том, что нужно и в каких пропорциях для своего эксперимента Нестор не скрывает секретов, как говорит Юна Менделеев, нет. Помимо извержения вулкана, участники акции могли увидеть, из чего делается сухой лед, как легко избавиться от марганцовки на теле и каким образом меняются цвета химических элементов. Исчез цвет. Йола Барганджи, Раму Камки, Абазатовая.